Представляю нашего следующего гостя, участника программы, Лидия Борисовна Рыбальченко, главного врача Амурского наркологического диспансера. Лидия Борисовна, расскажите, пожалуйста, как часто к вам привозят таких пациентов? Привозят к нам ежедневно таких пациентов. И я хочу сказать вот продолжение, что никакой дозы не существует, малой или большой. Никакой дозы не должно быть для водителя за рулем. Это пресловутый человеческий фактор, принято сейчас так говорить. Да, я выпила лекарства. Валерьянку мы очень любим выпивать перед тем, как сесть за руль. Должно быть табу на законодательном уровне навсегда. Вот это принятое решение, последнее, которое было законодательно закреплено, ноль промиллей. Для нашей страны, я так понимаю. Для нашей страны ноль промиллей. Оно полностью соответствует тому, как должно быть. И нужно говорить не только об алкогольном опьянении, но и о наркотическом. И очень правильно сейчас находится в Минюсте приказ Минздрава России, об обязательном обследовании участников дорожно-транспортных происшествий или просто водителей, задержанных сотрудниками ГИБДД, на состояние наркотического опьянения. А сейчас такое не делается? Да, но не всегда. Не всегда? Сейчас не всегда, и в зависимости от клинических признаков. И действительно, не всегда визуально можно определить человека в состоянии наркотического опьянения по тем видам наркотиков, которые существуют на сегодняшний день у нас в России. Вы помните из твоей практики многолетние, вот, самого пиющего случая, когда к вам привезли водителя на свидетельствование, а он был просто вот... Да, случаев действительно очень много, и вот такие они и трагические, и смешные случаи. Вот, наверное, у нас наши сотрудники помнят, когда к нам был доставлен водитель, его просто везли к нам в наркологическую службу, сотрудники ГИБДД, ГАИ тогда еще, он сидел за рулем МАЗа большого автомобиля, там, когда человек не достает рост, человек не достает даже самого колеса, а не то что машины. И они везли его, слава богу, он вот как-то еще подчинялся сотрудникам ГАИ, и когда он просто выпал, его ловили из-за руля, представляете, такая махина, это дом мчалась по дороге, это, конечно, ужасно, это хорошо, что все закончилось тем, что закончилась остановка данного водителя, а он, конечно, наделал бы очень много бед. В случаях, действительно, вот вы задали вопрос, бывают ли они агрессивны, да, в большинстве случаев водители в состоянии опьянения, любого опьянения, алкогольного и наркотического, они агрессивны, и пытаются, да, завалировать свое состояние под эту агрессию, бывает просто в состоянии опьянения так у них проявляется. Поэтому, да, вот все те законодательные мероприятия, которые проводятся на сегодняшний день, они продиктованы вот теми последними событиями, наверное, про которых уже молчать просто нельзя, что у нас происходит на дорогах. Вот если вы видите водителей, которые становятся, скажем так, инициаторами этих ДТП, то вот на следующем гости он видит как раз пострадавших. Это уже люди, которые пережили достаточно серьезную травму, да, то есть мы сталкиваемся уже с серьезным состоянием пациента, это уже практически реанимационные пациенты, то есть вы представьте себе, что человек пострадал, и у него сразу травмировано несколько территорий тела, то есть это как конечности, конечности, да, это грудь, живот, голова, то есть правильно подсказывать, сочетанная травма. У нас и центр называется сочетанная травма и дорожно-транспортные происшествия. Вот, а сочетанная травма, как известно, она достаточно сложная. Это требует в первую очередь привлечения большого количества специалистов и ресурсов. Представьте себе, тут помимо травматологов, хирургов и нейрохирургов, работают сосудистые, рейматологи, это большое количество людей, которые сразу направлены на спасение жизни. Это цепочка такая, просто классическая. Так, а дело в том, что, поймите, это отвлекает специалистов от основной работы. Далее мы сталкиваемся с более серьезной ситуацией, что не все пострадавшие, не буду говорить там, виновники они или невиновники дорожно-транспортного происшествия, не все употребляют качественный алкоголь. Мы потом сталкиваемся с последствиями употребления суррогатов алкоголя. И сразу скажу, что исход там не всегда однозначный. С вводом федеральной автодороги Чита-Хабаровской, представьте, хорошее полотно в 1017 километров в протяжении, да, возросли скорости. 90% пострадавших в алкогольном опьянении на этой трассе – это смертные исходы. Что делать вообще? Ну, ситуация просто, мне кажется, страшная творится, да. То есть посмотрите, что у нас, чем у нас пестрят средства массовой информации. Недавняя история, да, с Мариной Голубь, известной актрисой, да, артисткой нашей. Мне кажется, она потрясла очень многих в нашей стране, когда вот это ДТП произошло, и все вы помните историю, что управлял транспортным средством человек, который был лишен водительских прав, сбил их, протаранил человек, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Как быть? Как из этой ситуации выходить? Вот история, связанная вот с этим мальчиком и вообще с алкогольным, с этим случаем. Потому что когда нам рассказали эту историю, то есть когда дошла лично до меня, она меня очень тронула. Я просто посмотрел в интернете на эту тему, то есть YouTube ролики и так далее, то есть где выложены кадры с места, кадры с регистраторов и так далее. И мое личное мнение, это нужно не просто ужесточать, а именно сажать. И сажать за сам факт употребления алкоголя за рулем. То есть не совершил ДТП, только сел за руль, тронулся, поехал, все, уже сажать. Потому что хранение взрывчатки то же самое. От того, что она... То есть это незаконное ношение оружия, да? Да, это то же самое. То же самое. Он уже потенциальный убийца. То есть в этот раз повезет, в следующий раз не повезет. Европейские страны современные, да, давайте увеличим... Да, мы уже демократическое государство. Увеличим немножечко промилле. Выпил немножко валерьянки, да, так многие говорят. Я, наверное, здесь с вами не соглашусь, потому что все-таки, наверное, долгое время в других странах идут широкомасштабные такие мероприятия, как культура питья спиртного. Подготавливают. Готовят, воспитывают и так далее. И однозначно здесь речь о том, что подход юридический, правовой, долгое время к такого рода дорожо-трассным происшествиям, или вообще участие водителя в таком состоянии, он не совсем правильный. Потому что само понятие «причинил вред здоровью по неосторожности», как у нас сегодня складывается формулировка «при дорожо-трассным происшествия», она в корне неправильная. То есть человек знает свою меру ответственности. Он садится за руль средства повышенной опасности. Так же, как одновременно, как была здесь сказана одна фраза, берет в руки оружие. То есть и в принципе он уже потенциально понимает, что он преступник. Но при этом надеется, что ему сойдет с рук. То есть и тогда надо относиться к этому человеку. И относиться более строго. То, что сегодня происходит в обществе в нашем, изменения отношений. Ну, наверное, слава богу, что мы наконец-то, нельзя говорить благодаря тем трагедиям, а все-таки последствиям этих трагедий, стали задумываться. Что же все-таки с нами вместе происходит в обществе? Когда у нас, яркий пример, летом в Белогорском районе один из водителей Хонды ЦРВ долгое время, на протяжении целой недели ездил от дома к дому, пьянствуя и выпивая спиртные напитки, распивая их вместе с жителями села. И ни один из граждан этого села его не остановил, не забрал ключи. Но он доездился через неделю, съехал с проезжей части, убил ребенка, четырехлетнего. Извините, а где общество? Почему мы считаем, что это нас не коснется? Почему мы считаем, что позвонить дежурную часть полиции, госавтоинспекции, это стукачество? В конце концов, мы все думаем о другом, о том, чтобы нашим близким, нам самим, нашим детям, нашим родственникам, жилось в нашем городе, в нашем селе, в нашем обществе безопасно. Так давайте подходить с точки зрения и принимать меры всем вместе. То, что сегодня происходит процесс ужесточения, и говорить пока о тех нормах, о тех предложениях, которые сегодня вырабатываются, рассматриваются и будут в ближайшее время приняты, и вступят, как сообщает Федеральное средство массовой информации, с 1 января, ну, хотелось бы их быстрее увидеть. Наконец-то, но одновременно нам нужно менять и воспитание, в том числе и детей, начиная с детского садика, воспитывать законопослушных участников дорожного движения. А тех, кто уже вышел со школьной скамьи, их принуждать, принуждать очень жесткими мерами, потому что каждый день, когда папа или мама садится за руль автомобиля, садит сзади ребенка, а его не пристегивает, сам пристегивает, что мы думаем, что ребенок вырастет и будет делать как положено? Нет. Что мы надеемся на то, что когда мы переведем ребенка в неустановленном месте, либо перебегаем на глазах у ребенка, мы надеемся, что ребенок будет законопослушным? Тоже нет. То есть нам сегодня все вместе нужно заниматься воспитанием одновременно и общества, и детей, и в то же время принуждать всех остальных к тому, чтобы они исполняли меры безопасности элементарные. Не садились за руль пьяными, не нарушали правила дорожного движения, не превышали скоростной режим. А те, кто не понимают, они получали такие санкции, чтобы им было просто не то, что экономически невыгодно, а чтобы они уже боялись, что будет очень жесткая реакция государства на их противоправные действия. И в ближайшее время мы надеемся, что мы это все увидим. Все-таки получим. Мы сегодня много удивляемся другим странам, таким автомобилям, развитым, когда наши соотечественники, наши амурчане едут в европейские страны и говорят, вот там Германия, там то-то. Вот там в других странах такие законопослушные и выполняют, и соблюдают правила дорожного. И пешеходы, и водители. Но надо вспомнить, что с 1938 года в этих странах в каждой школе преподается правило безопасного поведения на дорогах. С 1938 года. Сегодня, естественно, нам нужно задуматься и в том числе и государству о том, что все ли мы необходимые навыки и знания даем детям. У нас общество, на самом деле, очень, большинство общества равнодушные люди. Нужно это равнодушие растопить, привлечь внимание к проблеме. И, мне кажется, для первого шага этого будет достаточно, чтобы каждый житель следил, то есть был таким добровольцем. И, мне кажется, от этого уже будем отталкиваться и дальше уже на законодательном уровне. Экономические штрафы, да, то есть как бы нарушил, в казну заплатил, пускай даже там большие деньги, 50, 100, 150 тысяч. Или это все-таки нужно человека за решетку садить? Нужно действовать жестко, это все зависит. Если, допустим, была смерть, кто-то пострадал, погиб, то тут непосредственно лишение свободы. Если пострадали, ну, люди остались живы, но, допустим, пострадали машины и восстановлению не подлежат, то, естественно, очень высокий штраф. Хочется сказать, что сейчас молодежь очень такая движущая сила. И, по нашему мнению, по молодежи, многие могут уже делать серьезные выводы. Ну что ж, вы совершенно правы, Ярослав, молодежь движущая сила, потому что молодежи жить в этом государстве, да, и, в общем-то, пользоваться теми законами, которые будут созданы и которым вы приложите руку. Спасибо всем за беседу. Я хочу пожелать нашему первому гостю, нашему самому главному гостю, Александру Михайловичу, дедушке Даниилу, Даниила, терпение, мужество, чтобы ваш внук поправился. Надеемся. Да, и чтобы у вас все было хорошо. А вы, уважаемые телезрители, берегите себя и своих близких. Это было ток-шоу «Вам слово». Большое спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok